Всем доброе утро! Сегодня я начала свой день с того, что зашкурила клинтуса. Юля, вы будете делать свою сарайку или будет у нас одна сарайка? Если будете делать сарайку, то доска оставлю на полочке. Если не будете делать, то вы кирил. Ты будешь делать сарайку? Ну, ты будешь делать сарайку, она тебе нужна. Под всякую твою молочевку. Вот я про что и говорю. Если одна сарайка, то нам доска и декуляри. Вот эти вот доски очень хорошие, кстати. А на полочке это то, что надо будет. Поэтому сам теперь шевелит мозгами. Они очень толстые такие, хорошие. Мне кажется, что надо пока оставить. А Лиса еще спит. Таня варьи и кашку я очниваю, как Лисюша у нас любит. Короче, мы приехали. Я думала, что я все-таки отмою дом. Все будет чистенько, хорошо. Но у нас не получается, ребят, отмывать. Поэтому сегодня занимаюсь клинтусами. Дом я буду мыть еще не один день. Чувствую я. Вчера к нам соседи приходили. Точнее сосед с двумя детьми. И они у нас спрашивают. А где ваша девочка? А у нас Алиса была у Татьяны Викторовны. Я говорю. Она у бабушки с дедушкой. А где ее комната? Я говорю, вот ее комната. Они зашли сюда, но они маленькие. Три годика и шесть лет. А где ее игрушки? Я говорю, мы здесь еще не живем. Но нужно, наверное, сюда уже игрушки привезти. Раз мы с соседями знакомимся, общаемся. У всех дети. Хорошие люди. Нужно привезти игрушки. И пусть играют. Ну, потом, конечно, они пошли туда, в дом к Анатолию Григорьевичу. Там допоздна играли, пока Лешин. Сосед помогал сделать плинтуса, нарезать. Вот эти вот уголочки, которые Виталик не сделал. Точнее, не сделал, но некрасиво. Вот, смотрите, уже крашу. Начала, правда, не от угла. Решила вот здесь попробовать, где более-менее ровно. Так, вверх пока не крашу. Вверх тихонечко потом пройдусь тонкой кисточкой. Крашу пока основную часть плинтуса. Но уже прям вот видна разница. Леша здесь прошел совать спиритом. Помогает мне. Сейчас буду закрашивать вот места стыков. Конечно, вот что у нас в квартире, что здесь со стыками проблема. Потому что, потому что их зашкуривать нужно. А когда зашкуриваешь, то все равно оттенок от вот этой щеточки, он немножко это. Это Виталик приклеивал плинтуса. Видите, немного неровно. Но я постаралась зашкурить, как смогла. И клей вот у него вылез тоже на обои. Не знаю, ребят. Ну, в принципе, под батареей, под шторой будет. Не видно будет. Леша музыку слушает. А я смотрю, пусть говорят. В гардеробной тоже поправила кое-что. Леша музыку такую слушает, которую я не люблю. Перемещаюсь в коридор. Самые сложные места. Что за песня у тебя тут? Сияй, сияй! Тебя, не я! Почему ты не одет? Алиса, одевайся! Кульку заберешь? Да, 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 заберу на тонкое. Папа серьезный. Алисе, она сняла. Папа нас не любит. Мы опоздаем. Что непонятно? Лежать, лежать. Леша к стоматологу нужно. Какая разница? Ну, его ждут. Олесенька, одевайся. Солнышко, а то папа опоздаешься. Деда, ты что, с нами поедешь? Да, еле пошла. Дословно, не помню, что я сказала в своем последнем видео, но что-то было связано с вип-школой. Очень много комментариев получаю негативных. Школа вип уморили, женщина пишет. Вип-персоны хреновы. Сейчас еще найду один коммент. Если вы позиционируете себя как вип-персону, то нужно соответствовать этому статусу. Подтяните свой разговорный язык. Обогатите словарный запас. Исключите слова паразиты. Даже не знаю, как реагировать на такие комментарии, потому что в своем видео я не хотела никого обидеть и никого не хотела унизить, сказав, что моя дочь хочет ходить в вип-школу. Вип-школа так называется развивающий центр, в котором есть семейный класс, в котором Алиса занимается с репетиторами по школьной программе. Вот центр этот прямо так и называется. Вип-школа. Это официальное их название. Вип-школа. Ну вот люди, даже не разобравшись, такое пишут. Нет, я, конечно, не обижаюсь, но смешно читать. Как будто не в теме, лишь бы, знаете, лишь бы написать. Випы не шоркают и не палькают сами. Не знаю, ребят, я эти слова с детства знаю. Шоркать, это значит что-то оттирать. Палькать, ну, палькаются, это, знаете, как в воде там пальцами можно пальцами, руками палькаться. Так про маленьких детей обычно говорят. Возможно, это на Урале так говорят, но мне не стыдно, что я с Урала, и мне очень нравятся эти слова. Для меня это нормальные слова, и я не заморачиваюсь, не комплексую по этому поводу. Пытаться меня как-то этим уколоть, ну, в принципе, бессмысленно. Прикольные слова, мне они очень нравятся. Яло-Яло пишет. Зато будешь ходить в свою любимую школу, ВИП. Умереть и не встать. Как же в России любят ВИП-школа, ВИП-продленка, статус. Ну, я просто название школы сказала. ВИП-школа. Господи. А что значит ВИП? Я уже давно не живу в России. Если честно, и не жила никогда, объясните, пожалуйста. Этот же комментатор отвечает. Да в том-то и дело, что ничего. Просто звук. Мы, когда с Англии приехали, то просто хохотали. Какая-то злая сова пишет. ВИП – это аббревиатура, обозначение, особо важная персона. Как эта ВИП-школа не представляет. Тоже не в России живу. Есть частные школы, есть государственные. Сколько людей нас смотрит из других стран. Очень приятно мне. Спасибо, что смотрите нас. Одни иностранцы. Прямо одни иностранцы. Моё мнение, ВИП-школа – это для очень умных детей. К примеру, знаменитостей. У Пугачёвой очень умные дети, изучающие иностранные языки с раннего детства, эстетического воспитания. Другой комментатор пишет. Но если школа стоит в месяц 30-60 тысяч, конечно, ВИП. К чему эти понты? Ребят, ну я же рассказывала, что мы за эту школу, ну точнее за семейный класс, платим 13 тысяч рублей. А каких 30-60? Уже, знаете, сплетнями начинает это всё обрастать. Ветка на 19 комментариев. И слава богу, в конце Маргарита Звягинцева. Спасибо, я ей огромное написала. В данном случае ВИП – это название школы, куда ходит Алиса. И не более того, ребят. Небольшое пояснение сделала вам по поводу ВИП-школы, но я понимаю, что вопросы ещё будут. Даже не знаю, стоит ли мне в следующий раз ВИП-школу называть ВИП-школой. Всем пока-пока, увидимся завтра.